Для нас большая честь и радость поделиться тем Божьим благословением, которое Господь дарует нам. Все, что Он дал нам, это ваше. Поэтому мы стараемся выкладывать проповеди, семинары, наставления, которые проходят в нашей Церкви, так, чтобы служить как наше общение, так и всем вам, дорогие. Пожалуйста, молитесь, открывайте Божье Слово, слушайте внимательно, и пусть Божья истина, которая по-настоящему исцеляет наши сердца, успокаивает наш разум, насыщает нашу душу, благословит вас сегодня. Наша молитва и желание, чтобы Иисус был прославлен, а вы обрели Его благословение. Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж, эфиоплянин, евнух, вельможа, кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавшей в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, «Пойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстрекущим его безгласен, так он не отверзает густ своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком говорит пророк это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от этого Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Веруя, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Слава Богу, друзья, пожалуйста, присаживайтесь. Приветствую вас, любовь к Господу Иисуса Христа. Вы знаете, когда мы читаем вот эту историю про Эфиоплянина, которая записана здесь, в книге «Пророк и Деяний», то, наверное, тем из вас, кто читал Ветхий Завет, вспоминается один стих, где тоже говорится про Эфиоплянина. Я прочитаю его. Это в книге «Пророка и Иеремии», 13 глава, 23 стих. Там говорится следующее. «Может ли Эфиоплянин переменить кожу свою?» И там дальше продолжение. «Так и вы можете ли делать доброе, привыкнуть делать злое?» И вы знаете, когда вот эту историю мы в Деянии находим, то, мне кажется, это некий ответ Бога на вот тот самый, казалось бы, риторический вопрос, который мы находим в Ветхом Завете. И понимаете, тот вопрос не в том, что может ли кто-то поменять свою кожу. Но там больший вопрос. Потому что кажется, что даже если бы и кожу можно было бы изменить, то как человеку, который привык делать зло, как человеку, который греховен по своей натуре, вдруг раз и прекратить сделать зло, а начать делать добро? И кажется, что это точно невозможно. Касательно кожи, я не знаю, как вы, но я совсем недавно почему-то узнал, что... Я думал, что Майкл Джексон, это известный такой певец был, я думал, что он сделал пластическую операцию, у него стала белая кожа, вот как бы он там стремился. Да, действительно, он делал пластические операции, там, на нос и так далее. Но он страдал такой болезнью, которая называется витилиго или депигментация. То есть это когда человек теряет пигментность кожи, черноту кожи, и она становится более белой. Может быть, вы видели людей, у которых они как бы такими пятнами похожи, ну, такие вот, у них есть пятна на лице или еще где-то на коже. То есть кожа такая бело-черная. Сейчас не обязательно гуглить, потом посмотрите. Разные такие фотографии. Вот. И Майкл Джексон, он вот этим заболеванием болел, и он ничего не мог с этим делать, и когда его кожа становилась все белее-белее, он подумал, что, ну, уже нет смысла ее делать более черной, проще просто ее убелять, чтобы она уже более белой была. Вот. Поэтому Майкл Джексон, это не ответ на вопрос, который здесь задается, но ответ само Писание дает нам, и мы сейчас с вами почитаем об этом. Вот в том повествовании, которое сейчас Даниил прочитал нам, мы видим, что Лука описывает удивительную историю. Удивительную историю, как Евангелие, то есть благая весть об Иисусе Христе, дошло до самой Эфиопии. Хотя кажется, что здесь говорится всего лишь про одного человека, который уверовал, но это удивительно, как действует Божия истина, и как распространяется Евангелие. С первого века и по сей день Евангелие распространяется таким образом. Если мы с вами вспомним Мартина Лютера, когда он понял истину, и понял то, что спасение дается по благодати, по вере в Иисуса Христа, то первое, что он сделал, он захотел для своего народа перевести Библию на понятный язык, для того, чтобы его народ мог наконец-то прочитать то Божье Слово, которое написано лично каждому из них. Я вспоминаю историю моего отца, который в свое время первый в своем семействе уверовал в Иисуса Христа, и как он начал тоже свидетельствовать, и по сей день свидетельствовать некоторым своим родным. А у него было, их было 13 детей, плюс мама, папа. В общем, он стал тем, который услышал Благую Весть и понес ее дальше в свой род. Так же и мы с вами сегодня. Те люди, которые услышали Благую Весть, уверовали, мы можем стать теми людьми, которые понесут Евангелие своей семье, своему поколению, своему народу. И в этой истории мы с вами можем увидеть, что для спасения, для Божьего спасения нету никаких преград и нету никаких границ, ничто не может препятствовать этому великому Божьему действию. Итак, с 26 стиха мы находим здесь то, что к Филиппу обращается ангел Господень и сказал ему, встань, иди на полдень, на дорогу. Первое, что мы здесь видим, что ангел обращается к Филиппу и говорит, иди. Иди на дорогу в полдень, то есть это самая такая жара, кажется, что достаточно явно, что там никого не будет, потому что кто в такую жару по пустыням ходит. Но ангел направляет его туда. Потому что, друзья, если Божье Слово обращено к вам, разве можно отказать Богу и не сделать то, что говорит Господь? К сожалению, можно, но вот Филипп прислушивается к Божьему Слову и идет туда, куда его направляет Господь. Он не ослушался этого Божьего Слова. Кажется, что сегодня Бог по-другому действует. Сегодня нам не проявляются ангелы, не говорят о том, что вот пойди, пожалуйста, в то кафе пустынное, там где-то в Бутово, хотя там не знаю, есть ли там пустынное кафе, но вот там иди, и там по благовесту кому-то. Но у нас сегодня с вами есть более, более, даже скажу так, понятное слово, в котором мы можем не сомневаться. Это записанное, священное писание, в котором написано нам с вами, что нужно делать и куда идти. Если на тот момент ученики Иисуса Христа могли еще сомневаться, потому что до этого Филипп идет в Самарию и проповедует самарянам, людям, которые, кажется, предали иудейскую религию, потому что они начали смешиваться с другими народами, и он им благовествует. И, знаете, там ученики иногда думают, так, а точно ли им можно благовествовать? Точно ли Бог хочет спасти этих людей? То есть у них были какие-то сомнения. Сегодня у нас с вами нет сомнений, потому что Божье Слово говорит нам о том, чтобы мы шли и проповедовали каждому человеку, вне зависимости от того, какой он расы, какое даже вероисповедание у него, чтобы мы шли и проповедовали ему истинность Божьего Слова. Поэтому, друзья, у нас сегодня есть с вами руководство действию, есть то Слово, которое направляет нас. Бог Духом Своим Святым его записал. Знаете, еще есть такая очень полезная книга, даже не книга, а такая, можно сказать, брошюрка, сделанная по одной из проповедей Джона МакАртура, называется «Божья воля найдена». Друзья, если вы сегодня в сомнениях, если вы не знаете, какова Божья воля, найдите вот эту брошюрку, прочитайте, или просто даже проповедь найдите на Ютюбе и послушайте. Там говорится о том, что Божья воля найдена, и она точно находится в Божьем Слове, для того, чтобы вы знали, как поступать сегодня и куда Господь вас направляет. Итак, Филипп. Филипп, Дух Святой, направляет его туда, на эту дорогу, которая идет, как мы читаем, из Иерусалима в газу, на ту, которая пуста. Газа, это не совсем та газа, которая сегодня есть, потому что та газа древняя, она была разрушена при Александре Македонском, потом там город был восстановлен чуть-чуть в другом месте, но недалеко от той газа, которая была и которая есть сейчас. Но если вы вспомните, а, наверное, может быть, по новостям в последнее время вы частенько видели карту, где находится Израиль, и как там вдоль моря, мимо газы, можно пройти к Египту, и потом дальше пойти, ну, дальше в Африку, то есть Египет, это уже Африка, и там дальше. И вот Эфиопия, она находилась там дальше, ниже, ниже Египта, и в тот момент, хотя сейчас мы знаем с вами такую страну, называется Эфиопия, там прекрасные бегуны, которые очень здорово бегают на дальней дистанции, но тогда Эфиопии называли все, что за Египтом, то есть это вот, знаете, казалось им край света уже самый, вот Египет, и дальше уже Эфиопия, то есть это вот что-то очень далекое, и правда, это было достаточно далеко, потому что самолеты тогда еще не летали, и машины даже тогда еще не ездили, а путешествовали люди, кто-то пешком, кто-то на колеснице, у кого какое состояние было. И мы с вами здесь видим Филиппа в 27 стихе, который встал и пошел. Друзья, кажется, что, ну, а как можно по-другому пойти, да? Но здесь написано, что он встал и пошел. Друзья, это на самом деле очень важный момент для каждого из нас. Если вы хотите увидеть Божью работу и Божьи действия в вашей жизни, то первое, вам нужно повиноваться Божьему Слову, точнее, вам нужно знать первое Божье Слово, а второе, повиноваться Божьему Слову. Знаете, такая история достаточно известная, когда человек обращается к Богу, говорит, Господь, ну вот ты как-то меня не направил, не направил в мою лодку, вот, кажется, что, вот, ждал я, ожидал на берегу, но Бог отвечает этому человеку, говорит, слушай, я такой ветер давал, тебе в паруса, но просто ты лодку не стащил с берега, не поставил на воду, чтобы я мог тебя направить, куда нужно тебе идти. Знаете, друзья, иногда, иногда мы, может быть, даже изучаем Писание, но мы не хотим повиноваться этому Писанию, для того, чтобы увидеть Божьи, Божьи работы, Божье чудо. Поэтому нам нужно поставить лодку на воду и довериться Богу, что Он направит нас. И вот Филипп встречает человека, не простого человека, не рядового человека, а очень знатного, богатого человека. Здесь написано, вот муж Эфилиаплянин, евнух, вельможа Кандаки, царица Эфиопская, хранитель всех сокровищ ее. Итак, мы видим с вами Эфиоплянина, мужа, евнуха. На востоке цари и царицы на высшие должности обычно ставили евнухов. И часто вельможи в целом назывались евнухами. Здесь написано такое имя Кандаки. На самом деле, это не факт, что звали ее, именно вот эту женщину, царицу Кандаки, потому что это как во времена Рима всех императоров называли Цезарями, так вот там в Эфиопии всех цариц, это как звание такое было, называли Кандаки. Почему там правило женщина на востоке была царицей? Ну, вообще, это было достаточно распространенным явлением, потому что мужчина там считался, ну, он почти сыном бога, царь, да, мужчина, поэтому, в принципе, ему не нужно было ничего править, он просто должен был быть, вот, а управлять, что-то делать, как бы, ну, могла его, соответственно, жена или какая-то женщина, которая вот управляла. И, кстати, если мы с вами вспомним из истории, из Писания, вспомните, царица Савская приходила к Соломону, и если мы вспомним с вами Клеопатру, тоже царица египетская, которая управляла Египтом. Поэтому, в принципе, это было достаточно распространенное явление. По свидетельству историков, известно, что это царство эфиопское было очень известным и богатым. И поэтому мы с вами с уверенностью можем сказать, что этот эфиоплянин, он был не просто рядовым человеком из Африки, но очень богатым, влиятельным, знатным, уважаемым человеком. И, как написано, он был хранителем всех сокровищ ее. Вот такой министр финансов минимум. Даже, наверное, больше он мог им управлять и распоряжаться. И вот этот министр финансов из Эфиопии, он приезжал в Иерусалим для поклонения. Знаете, здесь не написано, как он вообще узнал о иудейской религии, об иудаизме, но мы с вами понимаем, что он был тем человеком, которых называли празелиты. Празелиты это были люди, которые не являлись евреями по своим корням национальности, но те, которые стали исповедовать иудейскую религию, иудейскую веру. Для этого им нужно было совершить определенный обряд, такое омовение, можно даже в какой-то степени сказать укрещение, и после этого они могли тоже вместе с иудеями поклоняться Богу, служить Богу. Но это очень интересно, как Божье Слово распространилось до того места, и как люди там тоже знали о Боге, потому что скорее всего, но даже точно с уверенностью можно сказать, что там было многобожие в том месте. И вот он, тот человек, имеющий такое высокое звание, вдруг стал верить в одного Бога. Бога, в которого верили иудеи, евреи, вот он верил в него. И он пришел на поклонение этому Богу. Знаете, это, ну, я думаю, что вряд ли ему удалось так вот незаметно отпроситься в отпуск и так быстро сгонять в Иерусалим, там поклониться или что-то узнать, потому что, ну, во-первых, человек знатный, во-вторых, не было такого быстрого передвижения, и там примерно между Иерусалимом и тем местом, где он жил, 3000 километров. Ну, то есть, в принципе, его путешествие, здесь написано, знаете, он так на колеснице ехал, поэтому можно подумать, что он так быстро ехал на колеснице, но на самом деле не так, по пути нигде не нагрели, нужно было иметь целую свиту с собой людей, это какие-то воины, которые тебя хранят, это мужчины, женщины, в общем, которые там есть готовят, еще что-то, если ты там устал тебе, там жарко, тебе нужно помахать каким-то пахалом, там накормить и так далее. То есть, может быть, человек 500 с ним вместе ехало, вот поэтому, а он ехал на колеснице, обратно возвращался. То есть, это большой такой караван. И вот, представляете, что-то этого человека заставило поехать в Иерусалим для того, чтобы там поклоняться Богу, в Которого он уверовал. Вы знаете, этот человек явно не хотел быть тайным учеником, который там, где-то во дворце или в доме у себя поклоняется Богу, но он хотел публично исповедовать свою веру. Он хотел больше углубиться, познать того Бога, в Которого он уверовал. И вот он был в Иерусалиме на поклонении, он смотрел, наблюдал, молился, он точно изучал Священное Писание там, он хотел точно разобраться, во что он уверовал, он хотел знать того Бога, в Которого он уверовал. И знаете, честно говоря, мне очень грустно от того, что вот, когда мы читаем, что он едет уже обратно, он путь туда три месяца, там побыл сколько-то, в Иерусалиме, и вот он возвращается обратно, и он не получил ответа на все свои вопросы. У него остались вопросы, с которыми он возвращается назад. Как мы с вами сейчас узнаем, то, что мы прочитали, ему не были понятны некоторые тексты Писания, а значит, ему не была открыта истина к пониманию Писания, он не имел этого ключа к пониманию Писания. Посмотрите на 28-29 стих. Возвращался и сидя на колеснице своей читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к этой колеснице. Смотрите, он читает пророка Исаию. Богатый человек, он мог позволить себе книги и свитки. В тот момент это было очень дорого, но кажется, что у него не было проблем с деньгами. И вот он читает пророка Исаию. Этот Евнух, он стремился обдуманно поклоняться Богу. Богу, не которого он сам выдумал, но о котором он где-то слышал. Может быть, он слышал об этом Боге, который вывел когда-то народ израильский из земли египетской. И, наверное, в Египте точно об этом вспоминали не раз и не два, а постоянно вспоминали о том, как их оставили ни с чем и удрали от них в свое время израильтяне. Вы знаете, здесь на самом деле есть большой вызов для Филиппа, потому что до этого Филипп, как я уже чуть-чуть сказал, он проповедовал в Самарии, то есть людям, которым до этого с которыми евреи не общались. Ну, потому что это люди, которые предали свою веру, предали свой народ, поэтому помните, как иудеи с Самарянами не сообщаются. Но он проповедовал там, и там Бог удивительное чудо совершил, то, что там люди уверовали и получили Духа Святого. Но здесь еще больше вызов для Филиппа. Перед ним человек, который вообще и никогда по идее не был даже ни полукровской никак. То есть вот человек, ну, подобный нам с вами, далеким русским людям. Хотя, кстати, знаете, это интересно, что до сих пор люди иногда у нас в стране удивляются, когда ты говоришь им, что Иисус Христос был евреем. Они почему-то думают, что он был русским. Некоторые даже очень сильно расстраиваются из-за этого. Но это правда. Иисус Христос и его ученики были евреями. Так вот, здесь был перед ним не еврей. человек, который отличался от него цветом кожи. Скорее всего, этот человек, ну, как человек может показать, что он богатый, у него много золота? Ну, он может на пальцы надеть золото, а может, допустим, сережки вставить, может быть, в нос поставить какой-то, ну, чтобы показать, что ты богатый. И на самом деле для тех мест это было, ну, обычно, привычно. То есть, это не что-то такое. Это как нам с вами причесаться, там, не знаю, умыться. Вот у них тоже есть свои определенные украшения. Но он явно отличался от людей, которых постоянно видел Филипп. И даже отличался от римлян. И вы знаете, здесь на самом деле вопрос не только к Филиппу, а вопрос и к нам с вами. Как мы с вами относимся к людям, которые не похожи на нас? Как мы отнесемся к человеку, вот если в наше собрание начнет ходить человек, у которого есть какая-то сережка в бровях или в носу? Как мы встретим и поприветствуем человека, если вдруг окажется, что у него розовые волосы? Или, допустим, зайдет женщина, которая будет в паранже? Как вы реагируете на людей в метро, когда вы видите женщину, которая едет в паранже? Для кого-то, может быть, это вызывает какой-то такой страх, кому-то жалко эту женщину, они думают, ну, бедняжка, приходится ей ходить. Друзья, но задумываемся ли мы о том, что эта женщина, которая стремится угодить, наверное, мужу своему, стремится угодить Богу, надеясь на то, что он проявит к ней милость Всевышней и, может быть, спасет ее? Думаем ли мы о том, что эта женщина нуждается в исине об Иисусе Христе? Знаете, иногда нам кажется, что, ну вот, что мы можем сказать мусульманам, как мы можем им благовествовать? Ну, ведь они тоже, как мы, не пьют, не курят, как бы, ну, и уже сказать тут нечего, как благовествовать-то им? Но, вы знаете, вспоминаю один пример. Мы с молодежью, я тогда уже закончил Университет Дружбы Народов, и мы с ними ходили благовествовать в общежитие. Мы взяли анкеты про гражданский брак, стучали с студентом и сделали опрос. Плюсы, минусы, вот, кто за, кто против. И так познакомились с разными людьми там. И с одним человеком мы познакомились, его звали Али. Он был из Йемена. И мы так хорошо с ним познакомились, и он сказал, что, ну, будете еще сюда приходить, может быть, это просто было восточное гостеприимство, но мы для себя услышали, что можно к нему приходить в гости. Вот. И начали приходить к нему всякий раз, когда мы вот каждую неделю ходили в РУДН. Ну, вот, в очередной раз мы приходим, постучались к нему в гости, думаем, как-то надо бы ему благовествовать, а как бы вроде ничего не скажешь. Он говорит, вот у меня тут Коран, как бы, вот, заходим. А у Али стоит бутылочка. По-французски «Лё Дэ Ви» называется. Вода жизни. Если дословно переводить, по-русски перевод звучит «водка». Мы такие, Али, что за дела вообще? Так разве можно? Он говорит, ну да, вот сегодня вот этот Коран туда положил, как бы, не могу до него дотрагиваться. Вот так. Потом сидим дальше, приходят какие-то девушки, и вот он нас знакомит, говорит, а это вот моя здесь жена в России. Одна там у меня есть, а тут вот тоже вот жена. Мы говорим, как жена по-настоящему? Ну, не совсем жена. Мы говорим, Али, ну что такое? Друзья, но суть не в том, что как бы мы можем кого-то вдруг в чем-то уловить, но я хотел, чтобы мы с вами подумали о людях, которые нас окружают. Ведь почему, есть разные религии, и там есть разные пути, как люди стремятся прийти к Богу, как они пытаются обрести спасение. Например, мы с вами можем увидеть то, что люди совершают намаз. То есть, пять раз в день люди, исповедующие ислам, они молятся. И молятся почему? Потому что они хотят получить спасение. Они надеются на милость Всевышнего, что Он спасет их. Он увидит то, что вот они стремятся, стараются. Друзья, на самом деле, если у вас есть среди друзей мусульмане, и вы с ними общаетесь, то если вы честно начнете его спрашивать, а всегда ли получается у него делать намаз, а в течение дня грешит ли он или нет, то на самом деле мы с вами узнаем, что они такие же люди грешные, как и мы. И они сталкиваются с абсолютно такими же испытаниями, искушениями, и они точно так же, как и мы, нуждаются в спасителе. Они надеются на милость от Бога, но ведь если милость ко всем Бог бы проявил, и никого бы не наказал, тогда бы он не был справедливым Богом. Друзья, и я просто хочу сказать вам о том, что сегодня у нас есть с вами определенный вызов каждому из нас, о том, чтобы нести Божье Слово в свои семьи, своему народу, нести Евангелие в этом городе, тем людям, которые нуждаются в нем. Друзья, а в Евангелии нуждается каждый, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Итак, давайте посмотрим дальше. 30 стих. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь. 31 стих. Он сказал, не могу разуметь, если кто не наставит меня, и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было из пророка Исаия. Итак, смотрите, мы видим с вами человека, богатого человека, знатного человека, но очень в то же самое время скромного человека, который не начал рассказывать, ну, вообще, ты знаешь, я сейчас учился у лучших раввинов, да, я могу себе позволить, и не то, чтобы я там потратил все деньги, у меня еще их куча. Он не начал рассказывать о том, что он так классно там поучился и все теперь знает. Нет, он сидит и по-настоящему тоскует от того, что он не понимает Божью истину, которая там написана. Знаете, Филипп не выглядел богатым, он выглядел как обычный прохожий человек в обычной одежде, кажется, но он даже не подстать этому был евнуху. Но этот евнух из Эфиопии, он был готов, чтобы кто-то объяснит ему Писание. Он готов к изучению Божьего Слова. Друзья, у нас сегодня есть Священное Писание на русском языке, которое мы сегодня с вами можем нести и проповедовать людям, которые окружают нас. Мы здесь видим, что евнух очень заинтересован. Он заинтересован, чтобы понять, о ком и там говорит пророк. там он говорит про определенную личность, которая должна принести спасение, и он не понимает, кто это. И, конечно же, основная причина, почему он хочет понять, потому что он хочет понять, кто же этот спаситель, кто это. Он даже спрашивает его, он о себе говорит пророк, или о о ком-то другом, и понимает, что на самом деле не о себе, а о ком-то другом. Поэтому у него возникает такой вопрос. Но возможно, что у этого человека есть еще одна очень личная причина. Вы знаете, евнухи в то время, а он был евнухом, тут говорится об этом, служили в гаремах, при царицах, царях, и чаще всего евнухов кастрировали. А из Писания мы с вами узнаем, есть текст Писания, который евнух из Эфиопии скорее всего читал. Это книга Второзакония, 23 глава, 1 стих. Там сказано следующее. У кого раздавлены ядра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Друзья, кажется, что этот человек мог подумать о том, что для него нет шансов никак иметь спасение и прийти к Богу. Знаете, часто люди некоторые думают, что у них есть такой грех, который препятствует им прийти к Богу и им просто невозможно прийти никогда к Богу и Бог не может их спасти. Но с другой стороны, вот этот евнух имел пророческое слово, которое записано в книге Исаия, а мы с вами сейчас читаем пророка Исаия, еще правда не дошли до 56 главы, и смотрите, что в 56 главе говорится. Третий, пятый стих. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево, и к Богу Господь так говорит об евнухов, которые хранят мои субботы и избирают угодные мне и крепко держатся заветы моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновья и дочери. Дам им вечное имя, которое не истребится. Друзья, здесь говорится о том, что в этом пророчестве говорится о том, что для евнухов, которые не могли иметь больше потомства, Бог говорит, я дам им имя, вечное имя. Вы знаете, многие люди думают, что вот в своем потомстве мое как-то имя, мой род будет увековечен, пойдет дальше. Но здесь говорится о том, что для каждого человека, для этого евнуха есть спасительная весть, есть, его имя может быть записано в книге жизни навечно. И поэтому для этого евнуха очень важно, он очень хочет разобраться и понять, кто же этот в 53 главе, что за имя там скрыто, которое ему хочется знать для того, чтобы иметь спасение. Друзья, вы знаете, сегодня мы с вами имеем не только 53 главу Исаия, мы с вами имеем исполненное пророчество, исполненное Иисусом Христом. Вы знаете, сегодня в нашем народе люди не имеют уверенности в спасении, хотя у нас есть священное описание написанное на русском языке. Вы знаете, порой даже мы, верующие, порой ведем себя, как сомневающиеся евнухи, как будто бы нету пророчества от Бога о нашем спасении. Давайте вместе с вами прочтем эту главу, ведь недаром книга пророка Исаия названа еще Евангелием Ветхого Завета, потому что в 53 главе очень четко, прямо возвещается о Спасителе. Там говорится о том, как будет избавлена церковь благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Там говорится о том, что Сын Божий своей смертью обретет для людей жизнь. Он сделает себя жертвой для искупления человеческих грехов, будет поражен рукой Божией, сойдет до самой преисподней и своим воскресением победит. Давайте с вами прочитаем. Исаия 53 глава с 3 стиха. Он был презренный, морен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучен за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Посмотрите, Исаия показывает нам Христа. Показывает нам, что Христос, чтобы искупить людей, искупить свою церковь, чтобы восстановить ее к жизни, он будет поражен, как здесь написано. Он станет напоминать безжизненно погибшего, но в итоге окажется, что вот эта смерть, это будет животворящая смерть. То есть смерть, которая явит жизнь, даст жизнь. Написано, посмотрите, ранами его мы исцелились. Давайте дальше посмотрим шестого стиха. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он исчезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца ведем он был на заклане, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь, им назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не был жив в устах его. Здесь в книге пророка Исаия мы находим сравнение, которое было понятно с малого возраста каждому человеку, который родился, будучи иудеем, или тот, который исповедовал как религию иудаизм. Это было очень понятно, потому что с детства они наблюдали, как приносилось в жертву за грех людей приносился агнец, в жертву за грех. И вот здесь есть это сравнение достаточно понятное и четкое, которое сегодня открыто нам. Здесь сравнивается Иисус Христос с санкцем, который позволил вести себя на заклане, который не кричит, не бунтует, не сопротивляется. Он спокойно переносит стрижку. Если вы когда-нибудь видели, а может быть участвовали, когда стригут овец, то они неспокойно стоят и говорят, ну постриги меня. Это не то, что вы в парикмахерской находитесь и не дергаетесь, чтобы что-нибудь не нарушить. Нет, они брыкаются, поэтому их связывают или держат крепко для того, чтобы подстригать. Но здесь мы видим то, что он был спокоен. Это была добровольная жертва Иисуса Христа. И действительно причина умилостивления Бога состояла в том, чтобы Христос подчинился добровольно. Он отдал свою жизнь добровольно. Помните, когда Иисус Христос стоит перед Пилатом, то Пилат удивляется, ты почему ничего в свою защиту не говоришь? Почему он не говорил ничего в свою защиту? Ради избавления твоей и моей жизни. Ради того, чтобы мы с вами были спасены, он отдал себя в жертву, как было предназначено ему Отцом. То есть, друзья, на самом деле он был казнен вместо нас. Мы должны были с вами умереть и унаследовать ад. Это то, что мы заслужили. Но Иисус Христос все наши грехи взял на себя и вместо этого даровал нам свою праведность и святость. Посмотрите на 10 стих, Исаия 53 глава из 10 стиха. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Друзья, вы знаете, иногда люди, скептики говорят, ну, Иисус Христос же мог прочитать Ветхий Завет и потом начать исполнять пророчества. Знаете, может быть, по многим пунктам могло бы, наверное, такое быть. Единственное, пугает то число пророчеств, которое он исполнил, более трехсот. И второй момент, Иисус Христос не мог знать, где ему родиться, у каких родителей, куда там потом перемещаться, переезжать, и более того, он не сказал Пилату о том, что, Пилат, ты знаешь, там вот в 53 главе Исаия написано, что меня нужно к злодеям причесть, поэтому можно двух разбойников по левую, по правую сторону распять? Нет, друзья. А мог ли он потом сказать, у богатого похороните меня? Нет, не мог он такого сказать. Посмотрите, здесь написано в Исаии, он был причислен к злодеям, он распят среди разбойников, и он был погребен у богатого. Он был реально у богатого человека погребен в гробнице. И здесь сказано самая замечательная вещь, которую только можно услышать, друзья. Душа Иисуса Христа принесла умилостивление. Друзья, умилостивление это внесенная плата. Если у вас был когда-то долг, или может быть вы были должником по ипотеке или кредиту, то вы знаете, что это такое. И вот представьте, что кто-то приходит и оплачивает всю сумму, и у вас больше нет долгов. Друзья, вот это совершил Иисус Христос. Он взял и заплатил своей кровью за каждого из нас. Друзья, спасение это не халява, которая где-то вот так вот лежит, хочешь возьми, хочешь нет. нет. Спасение это огромная плата за твой и за мой грех. Иисус Христос заплатил за наши грехи. Друзья, вот этот евнух, который до этого знал закон из Писания, он знал, что Божий закон убивает. Он знал, что Бог обязан человека, который согрешит, прогнать от себя, даже если он согрешил всего лишь один раз. Бог не может находиться рядом с человеком, который не святой. Но можно как-то умолить Бога, может быть, нужно пять раз, а может быть, и десять раз в день молиться, и тогда возможно. Нет, невозможно, друзья. Бог не может нарушить свою святость, свою праведность, и поэтому нужен тот, кто явит эту праведность и святость, тот, кто нам ее даст, подарит, и это Иисус Христос. Об этом Мессии, о котором он мог только читать, он вдруг узнает от Филиппа. Узнает о том, что этот Мессия Христос, о котором здесь говорится в 53 главе Исаия, он уже пришел. Филипп начинает ему рассказывать о том, что произошло вот с этого места, с Исаии, как Бог вел своего народа, как он совершил это спасение, как пришел Иисус Христос, как исполнил все пророчества, умер и воскрес. И вот он услышал эту радостную весть о спасении. Он услышал, что это спасение уже явлено, и для него оно актуально, как никогда раньше. Друзья, представляете, он потратил много времени, но так и не нашел спасения. То место, куда он ехал в Иерусалим, где он мечтал найти ответы на свои вопросы, но здесь на пустынной дороге. Бог находит его и призывает его к себе, и дает ему эту радостную весть о спасении. Посмотрите на 36 стих. И вот они продолжают путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Друзья, мы с вами видим здесь четко, что когда Филипп рассказывал ему, что произошло, он ему рассказал, что нужно дальше делать. И у Евнуха есть четкое понимание, что необходимо сделать. Он понимает, что перемена жизни в нем произошла. В нем произошло это, то, что мы называем рождение. Он стал новым человеком. Он действительно поверил в того, о ком услышал. И вот он видит воду и говорит, что препятствует мне креститься. Он знает, что крещение это символ новой жизни. Он желает исповедовать свою веру. Он желает засвидетельствовать о своей вере. Знаете, ему недостаточно то, что вдруг он осознал, что он теперь уверовал в Иисуса Христа. Нет, он хочет засвидетельствовать перед этой свитой, этим караваном своим. Он всех их останавливает. И дальше Филипп говорит ему, если веру от всего сердца, то ничего не мешает. Можно. И он отвечает веру, что Иисус Христос есть Сын Божий. Друзья, он ничего не боится. Он желает засвидетельствовать о своей вере, подобно тому, как мы с вами. После того, как мы уверовали, мы свидетельствуем о своей вере, когда принимаем крещение, и мы заем своих родных, своих коллег с работы, своих родственников, для того, чтобы они вместе порадовались с нами. Смотрите, этот Евнух, он не переживает о том, что вдруг кто-то из этой свиты скажет царице, а ты знаешь, он теперь в другого Бога верит. Надо выгнать его с работы. Он не боится потерять работу. Он знает, в кого он веровал. Он спасенный теперь человек. Это самое радостное мгновение его жизни. Он хочет засвидетельствовать о нем. Если веруешь от всего сердца, то можно. Друзья, что значит веровать от всего сердца? На самом деле, мы в Писании находим, что если ваша вера будет очень даже маленькая, то Бог поможет вам. Друзья, от всего сердца это означает уверовать по-настоящему. Уверовать, как вот он уверовал, не озираясь ни на что вокруг, не думая про то, что про тебя подумают люди, не думая о том, что тебя дальше ждет. Тот человек, который уверовал, он точно знает, что он уверовал в Иисуса Христа, что это возрождение произошло у него внутри. Это ни с чем не перепутаешь. Потому что вспомните, друзья, те, кто пережил уже возрождение, весь мир перевернулся. Тебе вообще все равно, что будет дальше. Жизнь, смерть, где, вообще не важно. Потому что ты знаешь, что ты спасен. Ты знаешь, что с тобой теперь есть твой Мессия, твой Христос. Тот, который так сильно возлюбил тебя, что отдал свою жизнь в Многогодском кресте. Знаете, Евнух раньше знал, что существует один Бог. Он знал, что этот Бог заключил завет с Авраамом, дал закон Моисею. Он отделил себе особый народ и обещал им Христа Мессию, через которого помилуют мир. Но теперь он исповедует этого самого Иисуса Христа, Исповедует как своего Господа, Спасителя. Он говорит, что я верую, что Иисус и есть этот Мессия Христос, Спаситель. И Он есть Сын Божий. И после этого мы с вами видим, что они вместе спустились к воде и вместе крестились. Они вошли в воду. Мы тоже именно таким способом крестим в нашей церкви и так исповедуем. Полное погружение, не просто чуть-чуть палить, не просто опрыскать, но мы также исповедуем и говорим о том, что подтверждение твоей веры это крещение. Не крещение спасает. Бог его спас, и он говорит, я веру. У него была спасительная вера, но после этого он крестится. Друзья, и здесь мы видим много полезной информации о том, как креститься, где креститься. Мы видим с вами, что они крестились в воде, поэтому мы с вами крестимся в воде. Если было написано, что они налили большой чан молока и там крестились, значит в молоке мы с вами крестились, притаскивали огушу, все дружно, кто получает огушу для детей, и крестились в молоке. Нет, написано, что креститься нужно в воде, поэтому крестимся с вами в воде. Как вот здесь здесь произошло это крещение. Итак, он был крещен, и мы с вами читаем, что он дальше продолжил свой путь, радуясь. Друзья, он получил, он узнал этот ключ к пониманию Священного Писания. И он дальше поехал в свою страну. И знаете, я уверен, что он сверительствовать там начал своим родным, близким. И всем вельможам, не знаю, потому что видно, что ему было все равно. Потому что он приобрел то, что искал. Ту самую драгоценность, жемчужину, которую он желал приобрести, он ее приобрел. Бог спас его. И мы с вами также еще здесь видим и читаем в 39 и 40 стихах про Филиппа, которого ангел Господень направил дальше. Дальше он оказался в Азоте и, придя, благовестовал всем городам, а потом пришел в Кесарию. Кажется, что Филипп был особый такой благовестник, который ходил по трудным местам, потому что Кесария Филиппова, если вы помните, это непростое место для благовестия, там тоже много было всего языческого. И вот Бог его направляет туда, чтобы он понес туда Евангелие. Но знаете, что меня здесь еще удивляет? Кажется, так просто это написано. Он пошел и вот, проходя, благовестовал по всем городам. Друзья, и вот это слово, оно к нам с вами. Чтобы мы, поедя или поедя, могли проповедовать на каждой станции метро, на каждой улице Москвы, на тех местах, где Бог поставил нас работать или учиться. Друзья, вот Божья воля, которая здесь явлена была Филиппу в том, что он взял его и направил туда, для того, чтобы спасти этого евнуха. Бог направил тебя в определенный институт, где ты учишься, на ту работу, где ты работаешь, в то место, где ты сейчас живешь. Может быть, ты думаешь о том, что нет, это у меня здесь съемная квартира, я буду жить в другом месте и планирую в другом месте жить. Брат мой или сестра, Бог тебя направил сейчас на это место. Будь там его свидетелем. Там рассказывай о чудесной Божьей воле, которая сегодня явлена каждому человеку. Там ищи разных людей. Не просто ищи тех, может быть, кого ты вот думаешь, вот если я такого человека встретил, наверное, точно по-благовествовал ему. Нет. Бог нас направляет к разным людям, к разным национальностям. Подобно Филиппа, который увидел этого евнуха, этого нерядового африканца, а достаточно знатного африканца, и возвестил ему о спасении. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы с вами поступали так же. Давайте помолимся. Спасибо.